Забавно, что оказывается, лучше иметь партнершу с баквагенозом, чем без, потому что они себе больные лучше себя чувствуют. Лучше иметь партнершу с баквагенозом, потому что такие мужчины лучше себя чувствуют. Тем не менее болеют. Да, тем не менее болеют, но с меньшими симптомами. Они не чувствуют ничего? Да. Дорогие коллеги, уважаемые председатели, давайте послушаем некие размышления на тему органитальных инфекций. Здесь масштаб разброса от общемировых проблем до узкокабинетных проблем, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Эпидемиология ИППП хорошо известна. Каждый день в мире происходит один миллион случаев заражения только по четырем излечимым ИППП. Огромные цифры по инфицированию вируса простого герпеса. Сумасшедшие цифры, которые планируется потратить на борьбу с этими инфекциями. Миллиарды долларов, огромное количество из них на диагностику ИПППП. И здесь любопытно, что идет некое смещение акцентов в сторону ВИЧа, поскольку это действительно более социально значимое заболевание. И вот эта программа 90-90-90, которая обозначает, что к 2020 году 90% ВИЧ-инфицированных должны знать свой статус. Из них 90% должны получать антиретровирусную терапию, которая закончится тем, что в 90% случаев они не будут передавать вирус. Такая программа борьбы с ВИЧом. И главным козырем, главным орудием в такой борьбе является профилактика доконтакта. Значит, PREP сокращенно. Интересно, как смещаются акценты в этой борьбе. Пардон. То есть, оказывается, традиционные методы борьбы с ИППП не работают. Мы знаем, что существуют статьи по ОАН, которые наказывают за заражение ИППП. Есть уголовная ответственность США. Но всё это слабо актуально, слабо работает в отношении распространения инфекций. Оказывается, отдать превентивно пациенту, который планирует иметь рискованный контакт, препарат. И таким образом обезопасить его от инфицирования гораздо эффективнее. Как видите, цифра 92%. Настолько выгодна профилактика доконтакта, принимая вот эти препараты. Чуть скромнее цифры по инъекционным наркотикам. Лишь в 70% случаев такая профилактика оказывается эффективной. Это выглядит таким образом, что до контакта пациенту дают препарат Трулада. Пациент продолжает принимать одну таблетку в день на протяжении всего своего периода рискованного сексуального поведения. И стоимость этой профилактики недорого – 15-20 тысяч рублей. Гораздо, я думаю, дешевле сделать обрезание пациенту с примерно схожей результативностью. Но, тем не менее, это большие деньги, это выгодно, это, в общем, большой бизнес. Почему нет? Профилактика доконтакта. Ей можно воспользоваться, узнать локализацию таких учреждений, можно узнать онлайн. И во многих случаях она покрывается страховыми компаниями. То есть это бесплатно для того же МСМ, который подумал, а пойду-ка я сегодня отдохну по-человечески. Так вот, каким образом это имеет отношение к нашей с вами теме? Оказывается, что лица, которые получают профилактику доконтакта, они реже используют презервативы, поскольку у них снижается этот риск схватить ВИЧ, и они чувствуют себя свободнее. Частота использования презервативов, она и так невысокая. Известно, что 50% МСМ их не используют, и не всегда 10% никогда не используют. Так вот, те лица, которые получают профилактику доконтакта, еще реже используют презерватив, чем стандартный МСМ. Так вот, данные вот этих лиц, которые получают пост, вернее, профилактику доконтакта, их инфицированность хламидиями в 11 раз выше, чем обычных МСМ. Гонорея в 25 раз выше, чем людей, не получающих МСМ. И сифилис, пожалуйста, в 45 раз выше инфицированность, чем лица, которые не получают профилактику доконтакта. Это метаанализ на огромном количестве пациентов. Нам хорошо известно, что раннее начало сексуальной жизни и МСМ – это стандартные факторы, уязвимые группы, факторы и ППП. Откуда они берутся? Казалось бы, вроде подросток, школьник, посмотрев порнографический журнал, но его первая реакция будет закрыть его и выбросить подальше. Ну вот мультики, вот такие лица вам, может быть, знакомы с интернета, и аниме, так называемые мультики, да, вот это вот явление, которое сейчас вовсю развито в подростковой среде. Значит, вот чтобы оценить масштаб распространения, увеличение аниме, значит, только в одном сообществе ВКонтакте я нашел 100 тысяч групп с внушительным количеством подписчиков. Миллион двести, шестьсот пятьдесят тысяч случаев. И для сравнения, чтобы оценить вот на примере нейтрального юмора, да, вот в два раза меньшее количество сообществ и гораздо меньшее количество подписчиков. И вот высокохудожественные мультики, за которые дают премии, за которые награждают на фестивалях, они это, в общем-то, воронка, в которую попадают дети и которые дальше окунаются, на самом деле, в совсем другую историю. Это хентай, эротика, порнография. Огромное количество групп, огромное количество участников, пускай нас не радует, что это закрытые группы, попасть в них точно так же несложно, как и купить сигареты. Да, простите за натурализм, то, что видят наши дети. Подразделение ИО и ЛГБТ, аниме. Огромное количество сообществ и в привлекательной манере, под хорошую музыку, отлично прорисованные персонажи. В общем-то, романтизируются вот эти вот отношения. И, в общем-то, годами и месяцами прославляем этот материал. В игровой форме, конечно же, как минимум формируется либеральное к ним отношение. Как максимум мы получаем МСМ. Эротика, порно, наполовые отношения – это все то, что изобилует в аниме. Вы не встретите там девочек с длинными юбками, всегда только короткие, формы 90-60-90. И, по сути, вот такое вот развращение, по поводу которого существует статья Уголовного кодекса, которая, естественно, не работает. Я думаю, что это фактор, и он действительно признается многими психологами, как фактор, из-за которого у нас больше становится раннее начало сексуальной жизни и расширяется МСМ. Второй аспект, на котором я хотел бы остановиться – «Мобильное приложение для поиска сексуального партнера». Коллеги, найти партнера сейчас не сложнее, чем вызвать такси. Пожалуйста, приложение Pure. Регистрируйтесь, указывайте сексуальные предпочтения, и, пожалуйста, в течение ближайших 30-60 минут вы недорого получаете партнера, к которому либо самому можно приехать, либо позвать его к себе. Мамбо-приложение. Огромное количество скачиваний, огромное количество пользователей, 3 миллиона знакомств ежедневно, бесплатно, анонимно, что еще надо. Гриндер-приложение. Это строгая специализация МСМ. Их стали критиковать за возможное распространение ВИЧ и органитальных инфекций, поэтому с 2017 года они включили в статус каждого участника информацию о ВИЧ-статусе и его информацию о возможности профилактики. Если не хватает обычного секса, даже гомоскосуального, можно найти групповой секс. Пожалуйста, отдельное приложение. Почему нет? Все свободно. Справедливости ради нужно упомянуть, что есть также мобильные приложения для профилактики ИППП. В игровой форме они показывают, как пользоваться презервативом, риски по поводу ИППП. Но количество скачиваний, их популярность совсем минимальна. Химсекс, доктора. Явление, которое всколыхнуло европейскую общественность. И, собственно, здесь оно тоже имеет хождение. Секс с применением наркотиков, которые усиливают сексуальные ощущения. Сюда же можно добавить алкоголь, сюда же можно добавить виагра и допоксетин для тех лиц, у которых короткий половой акт. То есть все возможные удовольствия, которые только можно получить. Презервативы в таком состоянии используются крайне редко. Есть данные, что 30% ВИЧ-инфицированных в прошедший год до опроса участвовали в химсексе. И риск ИППП у них в полтора раза выше. Некие зарисовки по тому, как мы относимся и как за рубежом относятся к вспышке инфекций. Случай, который всколыхнул маленький городок Крейн в Техасе. Каждый десятый школьник в школе из 200 участников нашли 20 случаев хламидийной инфекции. Тут же публикация Вашингтон-Пост. Тут же получил по шапке чиновник из департамента образования. Репортаж по местному телевидению и репортаж по общенациональному каналу СБС. Где такое можно встретить у нас? Вот схожая ситуация. Публикация совсем недавняя. Схожие цифры нашли хламидии в 9% случаев у студентов. Был ли общественный разонанс? Нет, не было. Яндекс, который все знает, не нашел никакого всплеска информационного по поводу вот этой ситуации. Ну, в общем-то, СМИ инердны в этом отношении. Хотя количество участников, да, там в школе было 200 человек, здесь 2500, в общем, на порядок больше. И очень частные такие реалии, зарисовки из повседневной жизни, значит, что у нас с диагностикой ППП. Пациентка Виктория, 28 лет, с жалобами на частые мощи спускания, резь, да, с небольшим количеством лейкоцитов, с отрицательной ПЦР на все инфекции, значит, ей верифицируют диагноз остройцистит и назначают лечение фосфомедицина, Манурал. Почему-то Манурал не работает, она возвращается, продолжает предъявлять жалобы. И повторный забор материала изолятора показывает, что у неё хламидии. Конечно, хорошо бы расспросить в анамнезе, да, она действительно имела смену партнёра, и хорошо бы это было учитывать в первый раз до назначения лечения, да, и назначить адекватное лечение. Но обратите внимание, что ПЦР уже делали, и он был отрицательным. Вот повторный забор материала изолятора показал, что хламидии всё-таки есть, и их нужно лечить, а не ацестит. И, кстати говоря, результативность разных клинических материалов для поиска хламидии, она очень неравнозначна в этом плане. Андрециферикальный материал крайне, ну, не крайне надержен, но на 7% он хуже, чем вагинальный секрет. Дальше. Ирина, 19 лет. Хламидии на диспансеризации. Жалоб нет. Рекомендовано стандартное лечение, и спустя 2 месяца на такой же диспансеризации у неё повторные хламидии. Почему? Что случилось в промежутке между двумя диспансеризациями? Она обратилась в медцентрами в европейские медицинские технологии, название изменено. Ей провели комплексную диагностику на хламидии, антитела не найдены, диагноз снят. Она продолжала, естественно, болеть и заработала взомт в результате такого снятия диагноза. И случай лечения джазомицин двумя граммами. Я не ошибся здесь. Значит, гинеколог, обнаружив хламидии, назначила джазомицин 2 грамма. А почему нет? Макролиды назначаются в дозе 1 грамм, но он неэффективен, поэтому давайте назначим 2 грамма, это будет эффективнее. То, что история была про азитромицин, 1 грамм которого действительно слабовато работает, в этом отношении много нареканий еще со стороны Волтерстама 7-го года, Хорнера, автора европейских рекомендаций, Харальд Мой точно так же писал об этом. Но и много других работ. Тем не менее, каким-то непостижимым образом, вот как доксициклин моногидрат присутствует в российских рекомендациях уже десяток лет и в отношении мекоплазмы к гениталиям. Точно так же грамм азитромицина у нас все никак не уйдет из глинических рекомендаций по поводу хламидии. Таким образом, выводы современной реалии органитальных инфекций состоят в угрозе профилактики доконтакта, которая улучшит ситуацию с ВИЧом, но нам прибавят работы. Это мобильное приложение для знакомств, от которых мы пострадаем сильно в плане заболеваемости. Это химсекс в соцсети. Реально недоценка роли масс-медиа вредит сексуальному благополучию. И, конечно же, требуется повышение профессионализма наших смежных специалистов. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ